Праздновать день рождения любимого города одинцовцы начали с утра. Времени, чтобы обойти все праздничные площадки, требовалось немало. Пока одни наслаждались концертом у малой сцены, другие проводили время активно на центральном стадионе. Перед встречей на поле битва на барабанах в качестве разминки, чтобы раззадорить капитанов команд. В день города за победу боролись команды администрации Одинцова и футбольной академии Барселона. Матч хоть и товарищеский, но готовились со всей ответственностью. Тем более, что эта встреча не первая. Предыдущая завершилась победой гостей. Мы надеемся, что у нас все получится. В команде находятся представители различных муниципальных учреждений, представители общественной палаты, тренера наших муниципальных спортивных команд. Не важно, кто выиграет, кто проиграет. Это футбол. Мы в любом случае получим удовольствие. Мы рады быть здесь в день города Одинцова на этом прекрасном поле, которое нам очень нравится. Все ждем красивой игры. Вице-президент торгово-промышленной палаты региона признается, футбол любит. Обычно болеет за Барселону, но только не в день города Одинцова. И сам бы рад выйти на поле, но пока наслаждается ролью болельщика. У меня просто травма. Я не могу сейчас себе позволить играть, потому что спина не зажила. Тоже спортивная травма, кстати. На первой пятиминутке гол в воротах Одинцовцев. Но хозяева поля собрались и устремились к воротам противника. Как результат, к концу первого тайма счет на табло 2-1. Игра отличная, хороший настрой у ребят. Они готовы побеждать. Я вижу, что и потенциал хороший. Поэтому я уверен, что победит Одинцова. Настрой на победу и поддержка болельщиков сделали свое дело. Игра завершилась счетом 9-8 в пользу администрации города. 64 года в статусе города, хотя люди поселились на территории нынешнего Одинцова почти тысячу лет назад. В 1470-й Одинцова становится селом. Конец 19-го века. Вблизи железнодорожной станции появляется поселок, который в 1957-м и получает статус города. Ее зовут Маша, она любит Сашу, а он любит Ташу и только ее. А еще все они любят Одинцова. И выпускник фабрики «Звезд-3» Александр Киреев не исключение. Киреев признается, это была любовь с первого взгляда. Любой город – это люди, конечно же, в первую очередь. Но когда люди живут в такой красоте, в зеленом городе, в красивом, с чистым воздухом, это как-то можно не любить. Мы родились тут, это наш родной город. Очень классный, молодой. Мы поэтому любим его. Прекрасный город вообще. Все нам нравится, очень здорово. Для детей здесь очень много всяких игр, площадок, зелени много. В общем, классно, все нравится. Потому что я здесь живу. Я здесь закончила школу, стала взрослой и надеюсь жить всю жизнь. Одинцова за все вообще. Самый прекрасный город на свете. Пока горожане признавались в любви Одинцова, на сцену вышла группа «Город-312». Хиты хедлайнера праздничного концерта зрители и артисты пели вместе. Праздник, посвященный Дню города Одинцова, завершился традиционным салютом. В народных гуляниях, на четырех площадках, на Лазутинке, в Раздолье, у ДК «Солнечный» в 8-м микрорайоне и на Центральной площади приняли участие более 15 тысяч жителей и гостей города.